Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Пое. И у меня теперь немножко больше экзалтов, потому что я еще кое-что нашел. Если в Дискорде кто-то был, то, возможно, видели. А, сейчас я попытаюсь это показать здесь, потому что... Так, как это делается? Это делается... Секунду. Да, это делается вот так. Как-то так. В общем, мне просто с рандомного моба на Зановском Атоле выпал Каумс Хаумс. Который был продан за 4 экза буквально там через 10 минут после того, как он выпал. Так что у меня 10 экзов. Также у меня на прошлом стриме было там, не знаю, 50 хаосов или типа того. Я купил 2 опаловых кольца себе. Таких средненьких. Но купил. Одно из них я, по-моему, вот это вот купил прямо в таком виде. Просто заролил сам Лайтнинг. Второе я купил белым. И там за несколько шансов... Не шансов, а за несколько хаосов на нем заролил вот такое вот что-то. Пока что сойдет. Учитывая, что мне ловкость нужна. Но пока что сойдет. При этом резиста у меня немножко не в капе. Надо бы поменять сапоги в первую очередь. И шлем тоже не помешает. Но это потом. И также я заспавнил Элдра. Так что можно на него сбегать. Но сначала я хочу кое-что проверить. Что у меня из Тер-8 карт? Из Тер-8 карт у меня все довольно плохо. Потому что у меня открыта Овергроунд Руин. У меня открыта Лаборатория. Потому что я вспомнил, что я хочу не открывать Т-8 карты вообще. И вместо этого зашепить Кейдж. Чтобы он был единственной моей Т-8. И тогда у меня будет много шепт Кейджей. Так что, наверное... Наверное, я что-то могу с этим сделать. Типа, распройти это. Распройти это. И закупить всякие Т-9. Посмотрим. Но пока что это нужно хотя бы пройти. Потому что там Элдер. Но я не знаю, идти ли туда сразу. Или сначала стоит... Наверное, сначала стоит просто пару карт побегать. Там Зану и все такое. Пока народ собирается. Перед тем, как на Элдерф на всяких идти. Тут ничего интересного. Сетка над животными. Это те, что выловлены? Или те, что все зверинцы? А-а-а... Какая сетка? Где? Что? Здесь, типа? Здесь нет сеток. Не знаю, в общем, о чем брать. Ладно. Как же шепт каналы? Ну, они на пару уровней выше. И они, мне кажется, хуже. Какой народ куда собирается? Ну, сейчас мне показывает, что на стриме 80 человек. Как-то мало. Ну, посмотрим. На хп-баре у животных? Типа... Блин, на этой карте... На этой карте скелеты тут нет животных. Окей, карту выбил. Но там значок сетки, что оно уже поймано хотя бы один раз, по-моему. По-моему, это не то, что оно есть в зверинце. А то, что просто хотя бы один раз было. Но не уверен. Теперь Занна продает гадальные карты. Она всегда продавала. Просто довольно редко. Там конкретная карточка Lost Mops, по-моему. На какие-то карты. Ну, на какую-то одну карту. Хм. Весело. Окей, кот пойман. И теперь я могу фласку с 15-20 качества сделать. По-моему, это не очень полезно, потому что, по-моему, из этого же кота что-то еще делается. Типа шестерлинг. Твой билд можно использовать с Каскадом? Примерно. Немножко другое скилл 3, немножко другой шмот, там все такое. Сильно другие линки, наверное. А так, ну, пушки те же самые можно. Так что шмот, в принципе, по большей части тот же самый. Джевелы другие. Проджекти в дамах здесь не нужно брать. Нужно брать вместо этого АОЯ. Ну, а так, наверное, можно. Чем отличается топовая сетка от предтоповой, если они обе ловят всех мобов? Я не уверен, что они ловят всех мобов, потому что на всяких Т-15 я не пробовал никого ловить. Ну, точнее, как. Тут написано, да, 64 и выше. Ну, значит, просто топовая легче ловит всяких боссов и легендарных. Типа не на 10% хп, а там на 50. Или что-то такое. Стоп, она... А, да, я наркоман. Дейлик. Дейлик обновляет. Бонн крипту у меня, по-моему, не было. Остальное у меня все было. Печально, печально. Топовая элдера ловит. Ммм. Было бы неплохо. А, он уже опознанный. Так, ну что мне делать с элдером? Это не та кнопка. Стоп, это тоже Т-8. Черт. Три Т-8 придется отменять. Лава чембер, вейстпул, бог и вулт. Половины всего этого у меня точно нет. Лава чемберов у меня нет, потому что кончились. А, еще и... Блин. Четыре карты придется отменять. Какого хрена? Вейстпул есть. Музей есть. Но это не оттуда. Остального вообще ничего нет, правильно? Печально, печально. Ну, поехали вейстпул тогда. Почем ванда брал? Где-то по 70-80 хаусов. Зачем убивать вулт элдера? Ну, затем, чтобы убить элдера? Оно же теперь так не работает, и если там сам элдер или его этот... Или его бомж. То оно просто не будет спаунить дополнительных мобов и прочее. Левел? 87 уже. И это еще один поинт. Не поинт, а чардж. Ну, поинт тоже. Но чардж. Сейчас будет еще один шрауд. Или двухсокетный шлем или перчатки. Не надо неуязвимости. Не надо. Мне тут бездну вскрывать нужно. Ну, не, это всего лишь ящик. Ну, в ящике два гамблера. Это уже лучше, чем синий... синий глаз. Привет, Элдер. Как насчет не висеть тут 40 минут перед тем, как что-нибудь сделать? От станов, во-первых, помогает это слегка. Во-вторых, просто больше хп. У меня не было особых проблем со станами. Это констриктор. Он убивает фпс. Ясно. Самый сложный босс. Реально самый сложный босс. у тебя стоит камень на минус 100 крит, а на ветке развития у тебя куча поинтов на крит. Сейчас у меня крит шанс 50% 50 и 32. А без этого у меня крит шанс 57%. Но при этом дамаг на 40% больше. Ножик, крит шанс, элементальный дамаг атаками, без дамаг. Да вроде ничего не должен стоить. Он довольно трешевый, кроме двух камней встроенных. Так, ладно, как насчет не убивать мне фпс, когда на мне всякие доты и прочая хрень висит. Или как насчет, вообще не убивать мне фпс. Окей. Портал мне не дадут? дадут. Окей. Дадут. Не думаю заменить патерами и код пен, когда у тебя куча дамага от лайкинга. У меня не куча дамага от лайкинга. У меня немного дамага от лайкинга. Конкретнее... дать неударь. Дальше... дамага от дамага от лаккинга. И еще у меня плюс 30% колда. Точнее... Не, оно просто всего дамага на 38% больше по подмороженным врагам. То есть, лайкинг тоже увеличивается. А код пен, ну на что его менять? Крит... Крит дамаг разве что. Может быть даст что-то похожее в плане урона. Он даст, скорее всего, больше против сильно жирных боссов в плане резистов. То есть, там против всяких боссов на картах, где плюс резисты. Точнее, код пен даст больше против этого. А крит дамаг... Не. Наоборот. В общем, в каких-то ситуациях крит дамаг даст больше урона, в каких-то колд пен даст больше урона. В большинстве случаев, по-моему, колд пен лучше выходит. Что у тебя за хрень с радугой? В радуге я запускаю игру, она запускается, загружается главное меню и абсолютно никак не реагирует на клавиатуру и мышь. Просто вообще никак. Если смысл набивать оверсто процентов конверта, нет. точнее как, если в несколько элементов сразу, то там, у которого больше конвертов, тот будет больше конвертиться. То есть, если у меня, допустим, конверт 75% физики в лайтнинг и 50% физики в... вне лайтнинг, то оно будет пропорционально этому. у меня, по-моему, даже не пройден мейст опять у самого. Так что нет. Лишних точно нет. Мизана теперь прокачалась. Мне не нужен Т4-р пока что. Мне нужны некоторые ее карты. Рэмпортс не помешает. Тикет не помешает. Спайдер лейер, я не помню. Тоже не помешает. Давай сюда. Пирамида не нужна. Базар есть. Когда мы чемпиона увидим твоего, но не раньше, чем я его сделаю. Окей, это пока что сюда. И теперь мне придется покупать карты. Потому что у меня нифига нет волта, лава чембера и болота. Эвергроунд руин. Правильно? Да. Хм. Эта хрень у меня тоже есть. Но это дешевый. Вот если бы это был тот, который на агрессию, который там пару экзалтов стоит, тогда другое дело. А так, трешевый големовский джаву. Так, ну ладно. Начнем, наверное, с волта. Потому что он прикольный. и волт все продают за ухими. Ну, тоже вариант. какой он там, девятый? Это вообще хороший вариант. Спасибо. Если заменить гипотермины или фокус сильно хуже станет, ну, враги не будут замедляться, это плохо. Прибавка урона там примерно такая же. Так что это как-то пофиг. То есть, лучше морозить и иметь плюс 40% урона, чем не морозить и иметь плюс те же самые 40% урона. крит-шанс, жизнь, фаер-колд, рез. 75 хаосов явно много. Хотя, сейчас скажу конкретнее. Жизни довольно много. Резов довольно много. Но крит-шанс это не очень полезный стат. Наверное, хаосов 20. Стоп, там префикс открыт, правильно? Да, черт. В общем, я бы ставил хаосов за 20. Ну, клава-чембер воут. Поехали. Так, что-что? Вроде были. Но сейчас, после карты. Возможно, не все из этого, но что-то точно должно быть. откуда здесь экзов? А, вчера, после стрима, мне выпал каумс хард. Почему нет? Ну и каумс хард стоит 4 экза. Так что оттуда 10 экзов. Ну, остальные 6, это я вчера выбил, как оно называется, шрауд. Поменять с хардами по запросу, но я могу, если кому какие-то надо, которые у меня есть и мне не нужны. Ай. Серьезно. Пытаемся стрелять и быстрее. Шрауд это броня из бездны. И он стоит около 6 хаосов. Ну, хотя не, он не хаос фэкзов, естественно. По-моему, стрэшевыми статами стоит дешевле, но у меня довольно хороший был. Кстати, я вчера немножко потестил. На самом деле этот диген от того, что я критую с шамиронами, он не такой уж большой. То есть я могу, в принципе, критануть и не убить себя. Он заметный, то есть хп падает, но относительно пофиг. Да, конечно, режется резистами. То есть получается по 100 дамага с шамирона при 75 лейтинг-рэзе. У меня его ну, сейчас 75. потому что не дежурн с чарджа. Но у меня его примерно 75. На деле у меня еще там снижение от этого поинта на 5% меньше я получаю. Не уверен, что это работает на дот. Сколько хп норм на тотемщика? Ну, со сколькими не умираешь? У меня там было 3000 с трудом, когда я на карту зашел. Сейчас докачаюсь вот до почти 5. Я, по-моему, еще себе джевел поменял. Потому что я нашел вот такой вот крит-мульти-коудом, крит-мульти элементальными скилами, скилами и к спид-лайтнингам. К спид-пофиг, но два крит-мульти это больше от дамага, чем мой предыдущий джевел, который у меня был. Как лига интересная? Да. Нормальная, интересная крафтовая лига. намного лучше, чем мобы со всех сторон и куча лута с них. Почему кольцо соки-темпора и дорогое? Из-за кванты, наверное. Если что-то дорогое, оно дорогое либо потому что статы хорошие, либо потому что статы хорошие, и оно редкое. Ау. Как-то плохо все. Наверное, четыре, четыре с половинка хп это маловато все-таки. Ну или нужно больше дамага, или нужно лучше уворачиваться. Тоже хороший вариант. Как-то может хватит взлетать или что-то там делаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Ау. Что думаешь насчет фликера рейдера с даггером? Не знаю, ничего не думаю. Музыка классная на тембоссе. Если бы еще механика была классная. А так у него фазы неуязвимости занимают больше по времени, чем сам бой. Потому что хороший босс. И молни, от которых не увернуться. Потому что хороший босс. как маус и стейн на билде. Наверное, для тотемщика это нормально. Ну да. Откуда тотемщик убрать стейн? Если он не чифтан. У которого тотем лечит его. Его хп. бутылки не хватает. Регена ну немножко есть. 200 хп в секунду. Это конечно круто. Это мне всего лишь нужно несколько минут подождать и у меня отрегенится полное хп. Но как-то не то. поэтому тотемщик не для боссов. Не потому что он не дамаговый. А потому что он не состоянет вообще никак. А, да. Сейчас. Что там надо было? Аред Лейк? Лайлайны что? Нет, лайлайны нету. Пенинсула есть одна. Норм. Попробует Торнеуфовску на скорость восстановления. Да и не поможет. Там не в количестве дела и не в скорости, а в том, что она просто кончается. То есть за весь бой с этим гардианом сколько раз можно перезарядить фласку. Но он два раза или около того за бой суммонит своих миньонов. Каждая волна миньонов это по одному юзу фласки. То есть я могу три раза выпить. То есть я могу три раза выпить фласку просто так и еще два раза перезарядить ее на два использования за весь бой. хрен его знает. Хрен его знает. орчард, неплохо. пантеон пантеон на фласку. Блин, какая кнопка пантеона открывает? Пантеон на фласку заряжает ее за 15 секунд. Ну, тоже как-то. Тоже как-то. Фастер атак скрид шанс для спевов. Физика как экстра колд. Хрен его знает. Я элдоровский шмот вообще не очень не очень разбираюсь. Физика как экстра что-нибудь это ценный стат. Пенетрация это ценный стат. А фастер атак это в принципе неплохой стат потому что щил чарджить этим даггером. Крид шанс для спевов. Хрен его знает нужен там вообще или нет. Аааа разве? По-моему оно не так работает. Как оно называлось? Тукахама что-то там. Нет только хам просто дает броню. Если какой-то другой есть щит то я не знаю. Че чарджить даггером когда есть ферлингблейды ну какая разница атак спиды тому и другому помогает. нету фласку нужно пить два раза когда у тебя по-другому всего один надо посмотреть вообще трогать имбер щит так. рутимбер да полпроцента дамага тотемов лечится игроку как жизнь ну не знаю у меня он даже был пока я его не переделал в другой уник я не помню было это на стриме или нет что он хочет это вроде это да блин да мм че я нифига не понял ну ладно в этой лиге хатхантер из поясов рандомить можно только животными крафтом или немезис лигой узаны которая вроде бы есть ну то есть по сути можно что за шмотки со звездным фоном шейперовские и эудеровские если с тентакливым фоном у них другие модификаторы ролятся так я как всегда наркоманы пропускают донаты фейкер 20 рублей 31 минут назад спасибо без сообщения окей тотемы наконец-то смогли попасть куда надо изверей там какой рецепт на хитхантер уникальный пояс уникальный пояс так давайте полегче со всякими линками почему не даркпактом играешь урон уже больше в разы но в общем ауе даркпакта это примерно вот если дверь это противник то это примерно вот так нужно ставить тотем ауе фростболтов это примерно примерно вот так нужно ставить тотем и он будет доставать ну в данном случае нет потому что тут стены мешают то есть вот отсюда будет через дверь если хорошо попадет примерно поэтому яудро почему-то такой медленный ну а тогда мне явно нужно больше урона убивать гардионов за сколько там 15 секунд это слишком медленно на девятнадцатом левеле камней а а Продолжение следует... 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 Что ты думаешь про механику сжирания карт Элдера? Нормальная механика, что про нее думать? Так. Чтобы запечатать карту, нужно 3 секстанта, правильно? Надо пока посмотреть, почем они. Желтые секстанты. По одному хаосу? Нет. 2 за 3 хаоса. То есть по полтора хаоса. Довольно дешево. По-моему, нет. Какие-то тири вообще. Ну, еще один вполне могу продать. Не, вот еще один не буду. И все это тоже не буду. Ладно. Нет, я не успеваю писать им соуд. Идите нафиг все. Почему я не могу отсюда в хайдаут вернуться? Что за безумие? Окей. Теперь у меня есть хаосы. На хаосы я, кстати, хочу еще пару вещей купить. Я хочу себе купить... Во-первых, секстанты. Мне нужно сколько получается? Восьмые карты мне нужно все будет закрыть. То есть 4. 4 на 3 это 12. 12 секстантов это... Это сколько? По полтора это 18 хаосов. Это если по полтора я все найду. Если у кого-то есть желтый секстанты на продажу, кстати. Было бы неплохо. Тебе не напрягается, что нужно миллиарды карт Т-3 бегать, когда можно бегать, например, Т-11? В смысле? Для спавна Эудера? Ну просто не нужно спавнить его на всяких Т-3. В смысле? В смысле? Я могу немножко своих перевести, потому что у меня белых полно. Ну, полно это... Это 9. То есть я могу 3 получить желтых. Еще я хотел вайзовку купить. Сколько он сейчас нормальный? Еще я хотел шлем нормальный купить. И сапоги, может быть. Но сначала дуб. А, не-не-не. Дуб сейчас мне не поможет, потому что у меня сейчас... Коуд это минимальный резист. Так что сначала шлем. На шлеме мне нужно что? На шлеме мне нужно куча коуда, немножко фаера. Может быть, немножко лайкинга, куча хп. Какая-нибудь там сотня хп. Не, не будет ничего стоить. Копейки резисты уже. Сколько мне нужно? 22 хотя бы коуда. Но лучше где-нибудь так 35. И мне нужно... 17 фаера? Так, а что по сокетам? У меня здесь, кажется, вендем и штейкин. Вставлен сейчас портал и ларите. То есть хотелось бы... В принципе, синие я могу и выкинуть. Хотелось бы два красных. Лучше вообще красные полностью. Окей. Фильтр по хп. Как ты вообще бегаешь? Ну, в шлеме у меня нормальные резы. Почти. Я не хочу тратить больше 20 хаосов на такой шлем. А есть ли, кстати, энчанты нормальные на фрестболт? Эк Está мистер. Экстер. Или нету? Ладно, наверное, пока что такой куплю. И тогда у меня почти нормы резисты, кроме лайкинга. Но при этом мне надо бы еще обновить сапоги. И при этом надо бы обновить сапоги так, чтобы там не было дохрена лайкинга. Или чтобы там было сколько-то лайкинга и дохрена колда. Если у меня чем сделать соки-то нет, конечно же. Ладно. До ближайшего... Шести соки-то побегаю в старом. Так, но это не решает моих проблем. Потому что я вместо того, чтобы покупать алхимию, покупаю всякий хлам. Так что надо разменять все на алхимию. Но не все. Но что-то. Типа так. И потом купить себе овергроун руин. И что там еще мне нужно было? Дог. Тапки Каума, да. Они не спасают в том плане, что фриз применяется, но он не замедляет. Так что в заморозке бегаешь и атакуешь нормально. Так что. Итак. Так. Так. А прошу лиги играл недолго и выбил за всю лигу, то есть только Тест оф Хейт. Угадаю, что мне выпало с первого Бискрафта за Новник Фласку. Ну, круто. Мне, наверное, тоже нужно будет когда-нибудь. Все, я не могу больше трейдить. Поехали убивать. Поехали убивать. Вот надо, когда всякие там устраивают расстрелы в школах и все такое, надо не всякие GTA и Call of Duty обвинять, а торговлю в Пое, потому что она реально вызывает желание убивать. Главное, что бывает. и не хотелось убить чат, мне слегка хочется. Объясни про камень контролируемое разрушение, он же снижает чанс крита, а на дереве ты берешь везде крит. Ну, да. Да. И... Что лучше? Плюс 5% шанса крита, или плюс 40% урона? Элдер выпустит меня отсюда. Ладно, карту стоит да пройти. Она Т-10 все-таки. Тут шмот падает, карты и все такое. Что за полукруглый чарджер? Ну, просто ван меняет изображение чарджи, отображение чарджи, в общем, модельки. Что они не круглые, а тентакли. Самым скиллом себя трусилд. Есть толк что-то делать? Нет. Он полная хрень. Пока его не пробустит. Нет смысла что-то делать. Я попал? Ммм... Да. Как его притянуло сетками? Ммм... Нет. Не проведу. О, Зана еще и левел прокачался. Черт, зачем я это взял? Стоп, левел прокачался, но... Это не изменилось? Что? Что-то они сломали. Так. Юриди оф элемент. Немножко резистов, немножко хп. Вряд ли что-то стоит. Пяти линк. Без статов. Тоже вряд ли что-то стоит. Без хороших статов. Так что вендру все. Как насчет сделать? Три красных хотя бы. Стоп. Портал десятый левел требует. Окей, Кастун Дамич Тейкин портал. Почему нет? Ну нет, на самом деле. На самом деле просто так. Теперь у меня еще на сотню хп больше. Ну да. Да, вот это вполне хороший пояс. Сколько там хп получается? Суммарно. 134 хп. 78 силы. 89 резистов. Неплохо. Так, и мне надо Овергроун Руин. Который на удивление почти нихрена не стоит. Но который мне нихрена не продадут. Какой ужасный пет от этого спорта пака. Он не выглядит как жопа и звуки издает. Отвратительный. Ну поехали. Стоп. Не поехали. Сначала мудрый дуб. Какой самый лучший мудрый дуб я могу за 15 хаосов купить? 14-процентный. 14-процентный. Но видимо не за 10. А что он делает, я не помню. Ну вот. И не за 12. Ледяное или нет? Если ледяное, то я примерно понимаю. Первый свяжу об этой фласке. Ну, сейчас покажу. Я у такого не покупал что-то до этого? Карту или типа того? В общем, во время эффекта снижает получаемый элементальный урон от тех элементов, к которому меньше всего резиста. В скобках резиста. То есть от лайтнинга у меня будет и дает пенетрацию того элемента, к которому самый высокий резист, то есть колды. Есть у меня глазблоуеры? 22. Как раз. Ну, не как раз, потому что как раз было бы 20, а так парочка лишних. Но они не лишние. Она стакается с камнем, все стакается с камнем. Ну, то есть все стакается со всем, пенетрация в принципе стакается. Ну, то есть все стакается. Ммм, ладно. Так, что он хотел? Он хотел кольцо. По-моему, такое кольцо уже кто-то хотел и не стал его покупать в итоге. Хорошо. Продолжение следует... Скорчинг луч режет реза, если от настробы он взят, да. Это дебаф, а не урон. Так, почему у меня кларити выключено? Потому что я ее перевтыкал в другую шмотку. Приятные звуки умирающих от фрестболтов врагов. Такой урон у фрестболтов. Разный. Но это нормально. Без бафов, без всего урона фрестболтов 18 тысяч. Под бафами разный. Надо, наверное, все очистить. Это все-таки Т8. На ней падают вещи. Продолжение следует. Возможно, я когда-нибудь сделаю все-таки 6 сокетов в Саумантле. Потому что пока что все плохо. Как-то первые два пятилинковыми сделали слегка. На третий я уже, наверное, 300 джебалеров потратил. Все еще нет 6 сокетов. Да, неплохо. Что-то стоит. Что, не знаю. Лень проверять. Что? Где? Каких спортов? Какому стилу? О чем вообще речь? Ай. Ну, а Дэдфайр дает 30% урона от физики. А Дэдколд дает там 20% не процентов, а просто урона. Так, чтобы померить оба и сравнить. Так, ну что, Эудер. Лови тотемы. Далековато он поймал их. Точнее, далековато я их поставил. Тентакли. Я думаю, он взлетает, а он тентакли. Ну, теперь у меня здесь обыденный слот. Удобно. Что-то мне кажется, я его не убью. Особенно, если он будет такие вещи с фпс делать. Ну, хотя нет. Наверное, я его убью, учитывая, что у него там уже 3 хп. Не знаю. На них написано, что они делают. На вики тоже. Какого хрена? Эудер, тебе уже пора быть в фазе с порталами. А ты тентакли спаунишь. Которые роняют фпс и ваншотят. Станлочат. И все такое. Нестабильная фаза эудера, это что? После этого, которая? Ну, судя по названию, это та фаза, в которой у меня 3 фпс. То есть, это весь бой с эудером. Третение. Продолжение следует... Окей. Эта фаза занимает ровно столько времени, сколько живут мои тотемы. Ну, если они не во уешке стоят, да. По времени, сколько живут мои тотемы. Они в том плане, что их убивают. Зану починили, кстати. Это мне, Элдор, быстро! Видимо, да. А то люди жаловались, что оно все равно убивает. Так, это был Элдор. Какая ужасная, монстровая мощь. Мы должны найти способа победить Эксилу. Мы, наверное, были... Окей. Элдор побежден. Дроп говно. Ожидаемо. Сапоги наспел тотем. Ну, в тему, но не нужны. Циклопиан Койл. Стоит целый один хаос. Кольца тоже трэш. Отложу, конечно, для коллекции куда-нибудь. Ммм, тут еще не было таких сеток. Одна в жопу самая трэшевая. Вот так. Так, ну что теперь? Теперь огромная куча шейбера на Атласе. Но это не помогает. Теперь надо запечатать Т... Хотя нет, не надо запечатывать Т8. Надо бегать Т8, которая уже открыта. С них, можно, выпадают всякие Т9. Хотя музей у меня уже есть. Скриптория у меня нет. Что еще? Рампорт у меня есть. То есть, армори можно запечатать. Овергроун можно запечатать. А что у меня еще было? У меня же там штук 5 в итоге было. Т8. Восемь. Армори. Овергроун. А, матгейзер. Тоже можно запечатать. Теперь вспомнить бы, как оно запечатывалось. Три этого и пять этого. Нет, один. Ясно. Это лучше. Фейта, ждите. Окей. Сойдет. Какой у тебя план на Атлас? Пока что Т8 все закрыть, чтобы их не было. Чтобы единственная моя Т8 была Шейпд. Кейдж. А в остальном все открыть. Потому что Кейджи это халявные шестилинки. Которые можно продавать поначалу неплохо. И которые можно самому, может быть, использовать и все такое. Армори осталось. Нет. Оно просто все еще здесь помечено почему-то. А если я перезайду в хайдаут? Как именно поменяли дроп Шейпера аута предметов? Никак не поменяли. Кроме того, что... Теперь не падают Шейперовские предметы на карте, где сам Шейпер. Или где его стража. Да, вроде отпустила. Лабораторию надо пробежать. Потому что оттуда может выпасть скрипториум, которого у меня нет. Или лучше даже не просто пробежать, а взять и скарабтить. Ну, не, не получилось. Ну, теперь пробежать. Что там падает на Кейджа? Карточка на шестеринк. Просто. Ну, на броню шестеринковую белую. Черт, надо было захватить. Не успел. Кольца дешево стоили. Ну, да, в третьей фазе все, можно убивать. Кольца одной я покупал белые за... 12 или 13, что ли, хаосов. А потом сам заролил. А второе где-то 20, может. Да, сегодня, наверное, стрим короче, чем обычный. До 9 где-то. Или даже чуть меньше. А завтра... Вообще не знаю. Будет ли стрим. Если будет, то, наверное, Верментайд. Он выходит вроде. Карточка на шестеринк. Сотовый и темблевый, который, по-моему, не сотовый, а... Левый персонажей или что-то такое. Сотовый и темблевый, в общем. Девушки отдыхают. Ее дроп трейд традиционно не понерфили разу в разы Хрен знает Мне пока что вроде одна или две выпа Но в любом случае там Карта сама по себе хорошая, кейдж Так что можно и пофармить Ну, да Какая там еще должна падать уникальная, что ли? Сколько ДПС сейчас? Ну, сейчас 30 тысяч Теперь 36 тысяч Теперь 48 тысяч Опс В общем, разные ДПС Получай вообще дофига будет 69 тысяч было 65 Надо брич какой-нибудь ДПС разгонять Ммм, крит мульти и топоры Не знаю Очень не знаю Я бы не реагировал После того, как перерастешь Восьмой тир, какие планы над вас Все пройти, все открыть Как насчет не морозить меня, когда я дергаю рычаг Спасибо, карта Ммм, синий джавел никто никогда не купит Преголить такое я бы не стал Кто дает неуязвимость? Серьезно Что за фигня? Что за фигня? Ааааа Хм Интересно Причем они даже до конца не умирают И они постоянно суммонятся Ладно Ааааа Стоп, что? У меня здесь подсвечиваются мобы, но их нет Я даже не знаю Делайте клип Кидайте джи-джи-джи Пусть разбираются А я пойду отсюда Страшная карта Это те самые скелеты, которые не сдаются? Да Именно Это многое объясняет Так, что у меня еще не пройденного осталось? Орчард Бог Не, Бог у меня пройден без бонуса просто Музей Бонг крипт Рампорт Пикет Что-то пятое было Спайдер лэйр Неплохо У меня было, что у них моб из лиги умер А не перестал мобов спавнить Ну Они живы То есть хелсбары есть у мобов Самих мобов нет На них можно попытаться кинуть сетку Но их нет Зановская карта С одной стороны Зановская карта С другой стороны Я не хочу Ну хотя мне пофиг Наверное Бонус я не получу За нее Или у меня уже есть седьмая Не должно быть Где это вообще? Ммм Любые пять Ладно Сойдет Продолжение следует... где бы взять еще кучу дексы это не могу проклятие докачать что кстати у меня по даже половине 20 это больше фармить с дерева не декс убрать с дерева это это неправильно не попал это нормально по моему смысле это известный бак по моему строка не возьми не не хочу может быть кстати не здесь занят все при суффикса и вообще не помню можно ли на шлемах и всяких других кусках бронировались дексу что Вот так. Так, где полос вообще? А, в центре. Это же катакомбы. А не крипт. И куда у меня опять донаты сломались? Окей. Это, наверное, отвожу пока что. Для прокачки. Неплохая броня. Увидимся. 25 крит шанса. Это ничего, по сути. У меня больше хп. Потому что... Потому что 116 и резисты. И сила, которая, правда, не очень нужна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Этот? Мув спид, атака, каст спид... 20 дексы, но за 2... То есть это, по сути, 10 дексы за поинт. Посмотрим. Мне на дерево все вообще печально, потому что у меня к 90-му только соберутся пауэр-чарджи, и то 2. Третий, это 93-й уровень. Продолжение следует... Не знаю. Я в рейдерах не разбираюсь. Такие джевелы хрен знает. Ну как бы 20 дексы и нихрена кроме получать... С джевела... Не. Вот если как бы они там крит-мульти, крит-мульти и 10 дексы... То это еще можно. Блин, где-то еще 50 мобов. Но лень. Это опять карта. Нет, регена. Черт. Ну, зато бейонт. Правда, сейкет. Двойной не буду делать. Там слишком карта хреновая для этого. Спади купить хорошее. Бывают ли спади с дексой? Желтые. Если да, то можно там набрать. Потому что мне не настолько нужны резисты уже. А хп плюс мувспид плюс декса, если оно бывает, то это будет не супер дорого. Вообще, я знаю. Мне нужен всего лишь хитхантер. На нем есть декса. Так что это моя следующая цель. А, ну вот хорошо. Надо что-нибудь такое. То есть, нет, не такое совершенно. А чтоб там 30 мувспиды, декса и хп. И копейки резистов, которых мне не хватает. Если спади сниму. Третья. 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 Ну, можно до, можно после Просто китавы режут резисты Так что если с ними проблемы, то лучше до О, шейп кейдж Крит шанс мана Трень Наконец, десятого акта 4К хп нормально, да? Вполне Продолжение следует... Медионы Тоже надо побегать Ммм, лень Целую минуту стоять Ммм... Как-то слишком редко все-таки легендарные твари попадаются Это, наверное, единственное, что нужно в этой лиге немножко подправить Потому что сейчас они реже, чем по одной на карту Надо, чтобы чаще, чем по одной на карту То есть примерно по одной на карту, но может там чуть-чуть чаще Легендарные, да, это с красной иконкой? Чувак, ты слишком прыгучий Так, перчатки трэш Бутылка трэш Все трэш Делайте ставки Я думаю, это будет карточка... На уникальный топор Нет Рип Но уникальный джевел это почти уникальный топор Гамблер А мне, кстати, выпадал один раз с гамблера гамблиш Ну, поехали всякие Стоп, я могу три продать Это интересно Что за них дают? Лэйр Ну, там только одна доступна, правильно? А, нет, там лэйр и пул Тогда лучше не продавать Лучше скараптить их Потому что скараптываем, они могут в обе превратиться И если что, я их все равно могу пробежать Ну, или может превратиться в лэйр в тот же самый Beyond Ничего А музеи всякие, там что? Там две соединены Там Только одна, которая где-то хрен знает где Ну не, это я не буду краптить, потому что у меня их по одной всего лишь Ну, поехали сначала то, что не пройдено А, нет, я не буду краптить что-то ведь меня не в ту обезену попал какие-то из них были новыми мелкие ясно брич это будет брить чаюлы и там придется мчела и ваншотнет меня так что я никаких кусочков не получу откуда у вас только алхимии купил за хаоса в начале стрима у меня было по моему 3 алхимия как тут а рефлект черт нет мои тотемы ваншотит себя нам переставлять постоянно рибридж ну storm cloud как storm cloud или как он называется ничего необычного пропустил три леди тем начать лучше скорчен грей тотемы какие-нибудь мины какие-нибудь чемпион какой-нибудь милишный дедай какой-нибудь с луком этим тотем не хватает конверсии холода в хаос надо играть за чифтана call to fire а не там физика черт облом на колту фаер и 2 пайра чтобы 90 процентов конвертить в огонь и два концу миг дарка и броня на конверт огня в хаос Ваши и и и и и и и О, да, тут арену переделали Она теперь такая же, как не тут Или я просто... Не, я не путаю карты На платье такая жарена Где она? А, но там просто тотем не агрится С такого расстояния, ясно Ну и... Серьезно На одном хп Серьезно Серьезно Аксимити щиуд Неприятно И отсутствие хп неприятно Как его потом убивать? Ну, не, потом я его буду убивать без рефлекта Это сильно помогает Но все равно ненависть Где он вообще был? Тут? Ниже Окей Что? Хрен знает По-моему, они не дропают лут, когда их на арене убиваешь Что нужно для бескрафта пояса? Понятия не имею Сейчас надо будет глянуть Окей А, да Нет, не в хайдаут Пойти из хайдаута в хайдаут Это хороший план, конечно Но вообще сюда ОС Надо Реча То есть это твари, которые стреляют Которые трупоеды Трупная артиллерия Причем он должен быть Красным Легендарным Что я могу скрафтить? Джевел Рецепт посмотреть можно в х, да Я просто наркоман Где-то у меня была ссылка Да, вот Что, из чего крафтится? А, броня нательная Роа Так, что не стоит крафтить? Не стоит крафтить Камень с качеством? Потому что то же самое используется Для вот этого тварь Она используется для шестеринкового Для шестеринковой шмотки Не стоит крафтить Рандомный кусок от зири У меня нет рецепта То же самое Не стоит крафтить щиты уникальные И Вроде все Скинь ссылку Сейчас Так Это не нательная броня? А, да-да-да Это рандомная броня Нательная броня Это кобра Змея Ну, попробовать что ли? А Страшно Лобстеры Что за рецепт на шестеринк? Ну, я скинул ссылку Там есть Там, типа, нужно Четыре легендарных твари Э, уныло Что еще бывает интересным? Да ничего, вроде особо не бывает Кольцо Какое-нибудь тейминг Ну, нет, тейминг не может Берековские кольца могут Ничего не стоит Но Мне кажется, немножко смысл в таком кольце есть Потому что 24 хп заигнайт Если игнайтить массово и быстро Если, например, играть за Нгамаху Циклонера То это довольно много хп получается, вроде бы Ладно, хрен с ним Не хочу ничего крафтить больше С карточек на берег Вске кольца тейминг попадался Может быть Не знаю Ну, я так предположил Что он не должен падать Потому что он Составной Он его Лайф, мана, резист Миньон, дамаг После использования миньона Круто Чего-то должно стоить И вот рвайс Ну, пойду в музей Окей Кто тут босс? Молигара? Или я нифига не помню Как жаль, в бестиаре не показывает Каких мобов нет А, в смысле? Показывает? Или что? Сколько его ставить Хрен знает Икз аут Но Лучше на трейде проверить Я в суммонерских Не разбираюсь Джавовых вообще Таких вот Девушки отдыхают так что мне кстати куда пропал весь весь шейпер который здесь везде был такого хрена пони рождесят его закрывать практически пока что я т8 пропускаю кроме шейп кейджа кроме этого все буду открывать я подумываю вообще да я подумываю может быть т12 пропустить еще потому что мрис корс если я все если элдеров стюр получу то можно следующую после рейскорса карту апнуть на левел точнее на на т16 и бегать рейскорса там еще и опалы по моему падают что-то там падает но с другой стороны тогда проще будет просто сначала все открыть потом закрыть другие т12 когда я получил элдерский орб они не писали будут для что-то делать с анимацией появления любите рисовать могут в блендер а то бежишь в другом карте в другом конце карта он только появился а разница с ним же ничего не нужно делать не знаю сколько я бы ставил за x если не не смотреть не проверять но может это много слишком может это мало слишком не знаю вагон почему к тебе не пройти а а чёрт самую новую квест а а а а а а и а а а а Продолжение следует... Резидент, который не нужен. Дивайн весел, который не нужен. Хроматик, который нужен. Где босс? Наверху был, да. Как-то я мимо него прошел. Продолжение следует... Это действительно Малигаро? Был. Продолжение следует... Все трэш. Все трэш. Всегда все трэш. Алла-бай 9000, спасибо за 25 рублей. Вэймс, привет, хорошего стрима. Не знаю, у тебя крыс на донаты байзит. Но я его люблю. Эд. Я, наверное, и крыса. Парна век, и я буду потихоньку приобщаться к Коя. Не знаю, в общем. Спасибо. Я слишком... Слишком неадекватный сегодня, чтобы читать донаты. Наверное, надо иногда спать. Не подскажешь, как сейчас с системными требованиями? Хреново. Как обычно. Собака и крыса. Ммм. Да. Этот символ называется собака по-русски. Мать-ай. Справедливо. Почему я пытался только что в минару кинуть сетку? Какого нет на трейдзи-джего? Ммм. Такого? Ну, без маны можно сравнить или там с двумя резистами. А не тремя. И поставить подороже, потому что маны и три резиста это лучше, чем без маны и два резиста. Ммм. Занна. И вейст-пул, который неплох. Который еще нужно ради бонуса пройти. Что она хочет? Найти карту. Хорошо. 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 Что она хочет? попал если по оптимизирует сколько криптовалюты потерять новая зеландия не уверен как это связано но всю хороший босс хороший дроп плюс 29 процентов дамаг за каждого прага которого пропирс его не ну так-то трэш потому что базового дамага нет но интересный модификатор подходить на вас нет тут ходить на левую кнопку мышь да мог бы быть если бы не декса не декса инт наверное интересно где старая зеландия по моему нидерландах и по моему она пишется не так или что-то такое сколько уже испытаний для умерла бы все и и и и и и и и Так же офигенно, когда по открытым пространствам фрестболты летят и все убивают. Просто 4 экрана разбивающихся мобов. Я не хочу энрейджить босса, но все равно буду. Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, зря буду. Нет. Надо хотя бы портал открыть. Ау. Потай мы добейте его. Ура. Ура. Это уже, по-моему, пятая такая бутылка за лигу. Ух ты. 93 хп, 2 резиста. Больше бутылок получать. Все префиксы и суффиксы заняты. Так что, видимо, скорее всего, не ух ты, а просто... Просто трэш. А это гибридный мод. Вау. Ок. Ок. Тебе норм с 4.7к на Т-10. Но у меня майндоварматер еще. Так что, да, вполне. Мне и на Т-15 так норм должно быть. Так, это... Вряд ли что-то стоит, на самом деле. Да, это вендору. А, стоп, тут, блин. Тут гибридный, тут нет ни процента, ни этого. Тогда тоже вендору. Недостаточно хороший топор. Вейспул и Волт. Вейспул не нужен совершенно. Волт. Может дропнуть гиод. Разве что. Который более низкого уровня, но который одна из... А, стоп, нет, гиод восьмой. Так что тоже Волт не нужен совершенно в данный момент. А сколько он стоит, интересно? 5 алхимий. Ясно. Спил дамаг, физдамаг, вандами, но вендору. Хотя. Не, ну третий стат бесполезен, так что в любом случае вендору. На каком левеле ты лично порекомендовал бы пойти на карты? Ну, где-то около 60... 68-го или 70-го. Где-то там. Можно чуть позже. Наверное, можно Волт там за... На что поменяю? Да, на что угодно. Т9 другое, если есть. Кроме самого Вейспула, Волта и музея. Ну, довольно трешивая на самом деле. Все статы полезные, но их всех очень мало. Я хотел сапоги из себя. На сапогах нужно много колда. И немного лайтнинга. И декса. И жизнь. Сколько мои были? 73 хп. Хотя бы столько же. Ммм. Ну, можно, конечно, но вообще я бы предпочел что-то, что у меня не пройдено. Ага. 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 Так вот Значит мне нужно 24 хотя бы колда Лучше там 30-ник или типа того Лайтнинг В принципе меня устраивает, что у меня 73 Потому что я могу где-то что-то Переролить, скорее всего Или нет По-моему я могу здесь Нет Да, не могу Черт Не получается Не получается На какой карте набирать 70 левел На Акведуке в 9 акте Или Оазисе, там же Акведук лучше для таких Не супер дальнобойных билдов Оазис для супер дальнобойных билдов Так Что придумать с такими спагами 24 лайтнинга мне нужно, чтобы Точнее колда мне нужно, чтобы 75 было На самом деле мне нужно не 24, а больше Потому что мне нужно, чтобы еще у меня колд был максимальным Если реально доролить лайтнинг Окей 79 хп это максимум, что я могу получить 30 лайтнинга это будет 103 Нет, это не подходит Надо, чтобы там лайтнинга и фаера было совсем мало А колда совсем много Дороговато, но может быть эти Окей Так лучше 30 смув спиды, 71 хп, 58 маны 28 колда, плюс 17 17 лайтнинга и 28 дексы И теперь у меня колд максимальный Все резисты в капе Бегаю чуть-чуть быстрее И еще и декса есть, так что можно прокачивать проклятие Шикарно Надо только вставить туда clarity портал А мои старые 70 хп 30 резов Есть ли там Нет, суффикса нет 25 мув спида Мои старые ничего не стоят Ясно Непровидных карт нету, правильно? Ну кроме 8-го И 11 Да, 11-го Ну тогда поехали еще Две этих Будет когда ТФТУ снова на стриме канале? Нет Не будет Выглядит как трэш Ну не знаю Проверяйте на трейде, блин Че вы все у меня спрашиваете Горящая жопа Если кому-то надо, пишите Арканист? Привет, экзалт Нет Рип Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Да что за звуки дропов везде? Супер кремация. Гамблер. Мне надо, ну, ингейм. Портал там есть. Рип миссия варичи. Не, надо же, не рип. Как так? Не хочу инрейджить еще раз босса. Да, даст подберись уже. Да. 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 Везем сестра Бонда. С ним. Лучше продать. Лучше продать. Почти всегда. Его если вскрывать, то нужно с экстантами заролить карабченный стронбокс на карте. И в идеале туда же с экстантами заролить на той же карте плюс один стронбокс и мобов энрэйджент их. И на этой конкретной карте вскрывать. И еще и желательно, чтобы это какой-нибудь волк был. Сейчас бы что-то с экстантами заролить. Ну, просто их нужно много теперь. На что-то конкретное. Ну, или нужно просто ролить с экстантами все волты, которые бегаешь, и не активировать монстра стрэджер, пока там не заролится что-нибудь нужно. Тоже вариант. Крематься ничего не стоит. Чар мало. Плоский дамаг тоже маловато. Ну, для 45-го левого, может, и норм. Для ингейма нет. Окей, выпадет мне что-нибудь интересное сегодня из карт? Или нет? Плоский дамаг. Скорее всего, не выпадет. Хм. Ну, это, по-моему, то, во что оно и так апгрейдится. Или нет? А я про... Не. Да, это как раз хорошо. Теперь у меня есть и лейры, и пул. Отлично. Хорошо ли... На гамах циклон через чифа? Должен быть хорошо. Алабай 9000. Спасибо за 25 рублей. Только прости, пожалуйста, до конца. У меня хомячок умирает, и это его последнее желание. Крыс, ну ты понял. Эээ, ок. Диказара выпил? Да. Эээ, что? Это намек. Что он дает вообще? Ну, он резистов не дает, нифига не дает. Не знаю. Крафтил что-нибудь с помощью алтаря. Хорошего и полезного нет. Выпадает всякий трэш только. Ну, стоит, если... Ай. Если есть из кого. Ну, нет. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не в курсе... По идее, нужно сначала его заспаунить на Т-15 и убить там... Продолжение следует... Потому что я могу... Продолжение следует... Продолжение следует... Но могу еще раз кинуть ссылку на все рецепты... На все важные рецепты... Продолжение следует... 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 Сроннее спасибо... Мы орда... Мы легион... Сквозь пространство мы идем... Люди с морком не помеха... Вождь ведет нас всех к успеху... Весь наш мир... Сгорел во тьме... Новый дом нашли себе... Слабо Альянс... Орда вперед... Блоктар Агар... Стримчик Веймса нас всех ждет... Окей... Но больше вот я не буду... Читать стихи... Так что идите в жопу... Даже если это про орду... И вообще... Варкрафт хрень... Хаос пропустил... Где он там был? Справа, сверху... Я видел, что что-то было... Но не видел где... Вот... Это работает так, что... Такие вот мелкие пассивки дают в полтора раза больше... Такие вот средние пассивки не дают ни хрена... В радиусе... Вернись, да взял уже... Или там еще один... Пофиг кому нужен хаос... Пофиг кому нужен хаос... Вернись, да... Вернись... Я давала... От беду... Вы ваших мальчик... Подпишись,ほど... Вернись... Все вышли... Вернись... 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 Ушли... Как много на этой карте мобов с улитром. Опознанные шмотки всякие падают, безумие. Ладно, дайте мне босса. Видимо, босса я не убью. Что, с дропом ол химии на лиге? Ничего. Все как обычно, с дропом ол химии. Сколько раз убивал шейпера? Мммм, всего до хрена. Этим чаром ноль пока что. Окей. Так, ну... Не знаю, даже пройти что ли кейдж один и закончить на сегодня. Он не опознанный, тем более. Обычно чаще падают и стоят дешевле, нет? Ну, чаще падают, да? Точнее, блин, наоборот. Падают так же, дешевле стоят, потому что в начале лиги они всем очень массово нужны. В конце не очень. А завтра вряд ли. Может, будет, конечно. Может, нет, как получится. Я еще не уверен. Если будет, то верментайд, скорее всего, потому что он вроде как выходит завтра. Послезавтра, наверное, будет монстр хантер. Там апдейт в теории. Но опять же, я не уверен, когда именно он послезавтра. Если вечером, то, может, послезавтра верментайд, а в субботу монстр хантер. Ну, а так, спид не нужен. Так что это двух статовой джевел для Скорча. Выпадет ли мне карточка? Чего, точно в лиде не хватает, так как цветка в порталу? Это решает все проблемы. Насколько строгий фильтр используешь в Рестрикт? Скорч все еще лучше через Трикстера, да? Всегда. Теперь он еще лучше через Трикстера. Ну, видимо, без карточки обойдусь. Фаер дамаг, фаер дамаг для спелов. Бернинг дамаг. Не знаю. Фаер им вроде особо не играют. Именно чисто дамагом, а не дотами. Может, какой-нибудь фаер шторм, разве что. Так, вроде статы неплохие, но не те. Да. О Трикстера. Рип, чувак. Ну ладно, наверное, на этом я закончу на сегодня. Следующий стрим, опять же, может быть завтра, может быть послезавтра. Может быть Ферментайд, может быть Монстр Хантер. Ой, я не знаю, когда в следующий раз, наверное, когда я до какого-нибудь Шейпера дойду. Или что-нибудь такого. Аудра опять спавнится. Ну и я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс, пока. С вами был Ваймс.